АЛЕКСЕЙ 24 Так, ребята, меня постоянно сажали в тюрьму, когда я что-либо делал. Из неё было не выбраться. Такое впечатление, что разработчики специально наказывают пиратов за то, что они скачивают на халяву игры. Но, ребята, я нашёл лазейку. Я выпутался из этого, можно сказать, лабиринта. И я больше в тюрьму не попадаю. Но пока я выпутывался, ребята, я вспомнил, мне было очень сильно обидно за то, что у меня губернатор отобрал волонскую шпагу. То есть Шарль сейчас голой жопой. Мне неохота ходить голой жопой, честно говоря. Мне хотелось бы, чтобы у меня было что-то. И мне не нравится развитие событий, когда Шарль попадает в тюрьму. Точнее, попадает уже... И ему не выдают ни шпагу, ничего. Как мы уже поняли, нельзя, нельзя абсолютно взять просто и в сундук бросить эту волонскую шпагу. Это здесь, короче, понерфили, как я понял. Точнее, пофиксили. То есть, есть еще одна альтернатива. Сегодня мы ее по-быстрому пройдем, без диалогов, потому что в предыдущей серии все прочитано. Но пока мы это, ребята, не сделали, я просто хочу вам сказать, ребят, не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки и, конечно же, ставьте, ребята, колокольчики. Для того, чтобы не пропускать новые стримы по вечерам. Ну и видяхи тоже, ребята. И, конечно же, ребята, хотел сказать, вся полезная информация будет в описании под роликом. Это такая информация, как плейлисты. Такая информация, как мой канал Яндекс Дзен, YouTube-канал, ну и всего-всего всякого интересного. Кстати, я добавил ссылку на свой ТикТок. Заходите, подписывайтесь, ребята. Это будет очень круто. Там я тоже иногда провожу свои эфиры. Так, это что касаемо саморекламы. Ну, конечно, ребята, конечно же, ребята, мы... Хочу вам напомнить, чтобы вы не забывали писать комментарий под видео. Если вы смотрите это прохождение и вам хочется что-то сказать, либо о чем-то попросить, пишите комментарии. С радостью прочитаю, и мы разберемся, что, где, да и как. Ну, конечно, ребят, ссылка в описании, про которую я говорил, там будет указана моя группа ВКонтакте. То есть, пожалуйста, вступайте в группу. Там я в основном в новости о выпущенных роликах. Иногда бывает то, что YouTube уведомления не высылает, ребята. И мне приходится через группу ВКонтакте маленько это регулировать. Так что вот. Касаемо саморекламы. Так, все сказал. Не все, по-моему, все, ребята, сказал. Так, ну, ребят, давайте, значит, так. Еще осталось немного информации. Но она уже не касается моего YouTube канала. Она касается конкретно прохождения, ребят. Хочу, чтобы все, ребята, раз и навсегда, вот прямо с этой второй серии ККС, или Карибен Легенд, как вы любите, чтобы я говорил, чтобы все знали и больше меня не спрашивали такую информацию. Я не делаю гайды, не делаю какие-то там, я не знаю, обучалки или еще что-то. У меня, как я когда-то назвал, сюжетное прохождение. То есть я концентрируюсь на сюжете игры. То есть, ребят, что это значит? Это значит то, что когда мы дойдем до какого-то периода, например, фриплея, один стрим будет, стрим, одна серия будет фриплейная. Ладно, я его запишу. Но в дальнейшем заработок денег, заниматься вот этой мелочевкой, там, поиском какого-то корабля, либо еще что-то, я не буду это записывать. Я покажу, что я начал, я покажу, что я закончил. Все. То есть, ребят, это не стрим, это не просто я пишу голый геймплей. У меня сюжетка. Я все-таки на сюжетном прохождении буду концентрироваться. Также, ребят, я прочитал все ваши комментарии, которые вы писали под видео. Просите, чтобы я не на драках концентрировал свое сюжетное прохождение, а чтобы показывал, как добраться, как доплыть, где найти. Вот такие вот штуки. Ну, хорошо, ребята, я согласен. Я постараюсь в этом прохождении сделать так, как вы просите. А лишь, знаете, почему я постараюсь? А потому что, ребята, вы пишите комментарии мне, я их читаю и постараюсь сделать так, как чтобы было все по красоте. Ну, ладно, ребят, что могу сказать. Мы поносились по городу, было немножко саморекламы, 5 минут видео я у вас немного украл, ребята. А теперь давайте начнем игру заново, для того, чтобы попробовать альтернативное прохождение пройти. Альтернативное это какое? Нам нужен будет брат. Точнее, нет, нам нужно будет брата найти, ребята. А чтобы найти брата, надо узнать, где он. Мы же пошли к губернатору. Ну, есть еще второй вариант. Многие о нем знают. А кто не знает, ребята, смотрим. Так, ну вот, ребята, я сейчас прошел обучение. Получается, да, я полностью прошел обучение от Григуара в Оленье. Так, ребят, мне кажется, звук в игре очень тихий. Я бы немножко его добавил. Раз, два, три, раз, два. Так, вроде бы нормально. Так, ну что я хочу сказать. Нет, давайте еще немного звук в игре добавим. Потому что, мне кажется, на записи музыку почему-то плохо слышно. Что касаемо ОБС, в принципе, вроде бы все нормально пишется. Так, секунду, ребят. Так, тысячи извинений, ребят. Надо было немножко со звуком настроиться. Надеюсь, я настроился. Так, ребят, в общем, я прошел обучение. Начал заново. Все те же настройки, тот же уровень сложности. С Григуаром в Оленье я начал обучение. То есть, я до этого этого не начинал. Это единственное изменение. Сейчас, вы видите, у меня на поясе волонская шпага. Вот она, все отлично. Это единственное, что у нас есть, по идее. Я не хочу ее потерять. Сложить невозможно. Поэтому надо как-то брата найти по-другому. В мальтийский орден надо просто так не пустят. Пираты наглеют, продукты дорожают, а дальше будет только хуже. Уж поверьте. Извините, мадам, вы не знаете, где я могу найти человека. Мишеля Данампен, он должен быть где-то у вас в городе. Она не знает. Так, иди сюда. Остановись, грешник. Святой отец, мне нужна информация. И подумай о своей несчастной душе. Нет, вы не знаете, где я могу найти моего брата. Увы, но я впервые слышу такое имя. Так что... Есть вариант поспрашивать у горожан, ребята. Может быть, они что-то знают. Так, она тоже не знает. Надо бы у мужиков, конечно, поспрашивать. Может, они в курсах. Так, у этого квест. Блин, он сейчас квест предложит. Так, месье, подождите. Запомните, такие как я, основа этого города. Ему это имя ни о чем не говорит. Так, ну давайте у девушки спросим. На последнем балу у губернатора собрался весь цвет нашего общества. Она не хочет со мной говорить. Почему так? Пираты наглеют, продукты дорожают. А дальше будет только хуже, уж поверьте. Они впервые слышат это имя. Мужик, можешь ответить на вопрос? Алло. Он меня не видит. Ладно, пойдет. Так, девушка, подождите. У меня к вам вопрос. Мужик, у меня к тебе вопрос. Ничем не может помочь. Священник, а мы с вами разговаривали? Да. А тут сразу в диалоге я передумал. Здесь меня все устраивает. А вас? Извините, я не могу, но, увы, впервые слышу такое имя. У меня терпения может надолго не хватить, ребят. Честно говоря, ребята, у меня терпение кончилось. Я почти весь город оббежал. Никто ничего не знает. Никто ничего не видел. Поэтому пойдем более радикальным способом, ребята. Вы видите, это часовня, храм, как хотите называйте. Нам надо зайти именно туда. Я просто не знаю, игра мне помогать вообще не хочет. То есть приходится как-то... Ух ты, сколько людей сидит. Земля нынче в цене. Так-то. Они все в первый раз слышат, что тут это имя. Здесь меня все устраивает. А вас? Понятно. Они ничего не знают, ребята. Они ничего не знают. Я предлагаю, ребята, к Аббату Бенуа обратиться. Но мы все прекрасно знаем, что вот он. Вот Аббат Бенуа. Пожалуйста, как бы, знакомьтесь. Там, собственно, персоной. Так, а как у меня там эта фигня делается? А, я даже не знаю. Так, ладно. В общем, давайте обращаемся к Аббату Бенуа. И уже дальше будем пробовать проходить сюжет именно с этого момента. Как догадаться, что надо зайти в церковь? Надо просто всех людей в городе опрашивать. Всех. Торговцев в магазине, например, опрашивать бесполезно. Там нет такой вкладки. Ну, давайте с Аббатом Бенуа все-таки попробуем договориться. Всем уходим под богом, сударь. Что ты хотел, сын мой? Да нет, ничего отчего. Что? Алло! Я думал, мы с тобой поболтаем. Блин, а вот это вот это подстава. Я-то думал сейчас с Аббатом Бенуа, мы порешаем. Темп услуги. Дрек, святой отец. Дрек, святой отец, у меня к вам дело, падре. Охренеть. А вот то, что я про брата хожу, запрашиваю еще. Такие, как я, основа этого города. Здесь меня все устраивает. А вас? Блин, никто ничего не знает. Ёлки-палки. Я не знаю, это, по-моему, даже не смешно, ребята. А я всю церковь переспросил. Никто ничего не знает, никто ничего не видел. Также не знает ничего сам падре. И, конечно же, Аббат Бенуа тут вообще бесполезно. Ты что, хотел, сыночь, ничего? Все, все, ребята. Невозможно это пройти. То есть, я думал, можно обратиться к нему, но такой вариант не работает. В городе были опрошены все. Ладно, сейчас попробую сделать одну штуку по сохранению клинка и обратно вернусь. Здравствуйте, я хочу у вас посмотреть, что у вас есть. Подходите, лучшие товары колонии! Блин, а проблема в том, что у него нет ни хрена. Я думал, у него приобрести какой-нибудь... Какой-нибудь меч интересный. А, стоп, а по делу к тебе можно обратиться? Блин, вопросов нет, ребята. Вопросов абсолютно нету. Ладно, еще порыскаю. Я перепроверил все варианты. Залазил почти во все дома на этой колонии. Ничего, кроме я всякой хренотени, ребята, не обнаружил. И получается, видите, я пытаюсь снять... Видите, тут вот надпись нельзя снять в данный момент. То есть, это, походу, хрень, она закодирована. Мы в любом случае должны шпагу потерять. По поводу альтернативного прохождения, которое раньше в ККС было. Я не могу поговорить с аббатом, ребята, об Бенуа. Так, а может быть мы еще раз с тобой поговорить, а? А он вообще на диалог не вызывается. Смотрите, какой прикол. Нет. То есть, ребята, с кем бы я ни говорил, я уже поговорил именно со всеми. Ничего, абсолютно ничего. Аббат Бенуа не идет, и контакт не хочет со мной разговаривать. То есть, проходим мы по стандарту, как и в предыдущей серии. Извините, ребята, за 15 минут потерянного времени, но мне надо было проверить альтернативное прохождение. Итак, внимание, делаю, ребята, акцент на том, что мы уже разговариваем с Мишелем, и я беру обучающие квесты. Ты опять за свое. Дальше идет диалог. Запись, ребята, в судовом журнале. Я не помню, читал его или нет. Встреча с дорогим братцем состоялась. Ну дела, я до сих пор не могу прийти в себя. Мишель обвиняется в растрате денег ордена и должен Филиппу Де Пуанси, генерал-губернатору французских колоний, целый миллион песо. Невероятно. Но еще более невероятно то, что его долг придется выплачивать и мне. Похоже, мое пребывание здесь затягивается. А бедняжке Лоло придется искать себе нового фаворита. Впрочем, зная ее привычки, за этим дело не станет. А передо мной открылась блестящая, по словам Мишеля, перспектива. Стать моряком и капитаном собственного корабля. Только этого мне еще не хватало. Но выбора у меня нет. Придется смириться с таким неожиданным поворотом судьбы. Мишель сказал, что на месте верфи стоит хороший корабль, Люгер. Как он его назвал. За который внесен залог. Следует навестить местного корабела и поговорить с ним о выкупе корабля. Но сначала нужно вообще раздобыть денег на покупку. А где их взять? Братец советовал походить по заведениям, поговорить с людьми. Начну, пожалуй, с визита в местный магазин. У купца, наверное, есть какое-нибудь денежное дело. Но, в принципе, как-то логично. Возможно, у купца в любом случае будет какое-то денежное дело. Кстати, ребят, меня перестали, как вы видите, сажать в тюрьму. На эту роль взяли вот этого чела. Его постоянно сажают в тюрьму. А меня нет. А я выхожу. Получается, отсюда меня встречает Григуар в оленье. О, снова вы, мой друг. Вижу, вас допустили в святая святых Сен-Пьера. Твердыню мальтийских рыцарей. По всему, видать, вы птица высокого полета. Нашли своего брата? Да, нашел. Простите за навязчивать, мессия. Но мне показалось, что я не слышу радости в вашем голосе. Это так, сударь. Я рассчитывал убраться отсюда назад во Флоренцию. Ближайшим же судном. Но судьба, похоже, решила поиздеваться надо мной. Я остаюсь в этой глуши надолго. Черт возьми. Неведомо, короче, долгий срок. И вы представляете, в придаче я буду должен освоить профессию моряка. Вот уж действительно неожиданный поворот. Но вы не огорчайтесь. Быть владельцем собственного судна и капитаном очень почетно. Вы ведь собираетесь приобрести корабль? Да, черт возьми. Именно это я и должен сделать. Осталось только найти верфь и денег собрать побыстрее. Одна беда. Я не знаю. Нигде верфь, никак управляться с кораблем. Нигде взять, в общем, нечего. Я был рад помочь вам с деньгами. Но, к летнейшему сожалению, я сейчас на мели. А вот посоветовать вас в вопросах, на которые теперь вам совершенно точно нужны советы могу. Ну, как вы готовы к продолжению новой экскурсии? Да, пожалуй. Ведь не даром говорят, знание сила. Тогда следуйте за мной. Начнем с самого основного. С кораблей. То есть, я взял обучение от Григуара в Олинье. То есть, я... Все, что игра сейчас мне предлагает, я на все, ребята, соглашаюсь. Ведь моя задача прощупать, прощупать этот модпак новое обновление. А вот это и есть верфь. Такие существуют в каждой колонии нашего архипелага. Здесь вы всегда сможете починить корабль. Короче, мы это все знаем. Местные кораблы строят в основном небольшие посудины. Люгеры, шлюпы, шхуны. Редко бриги или баркентины. Однако бывает такое, что местные кораблы приобретают по дешевке у каперов, захваченные в боях, призы. Ремонтируют и выставляют на продажу. Накручивая на этом сумасшедшие деньги. Вот так и появляются в наших верфях продажи галеоны, корветы, пенасы. А однажды мне довелось увидеть даже фрегат. Но это, скорее всего, исключение. В основном в продаже всякая мелкота. А то и вовсе баркасы, да рыболовочные лодки. Да, характеристиками суда местного производства похвалиться не могут в провинциях. Но вас это пугать не должно. Учиться морскому делу следует как раз на освоении малых судов. Также на верфи можно купить корабельное орудие. Это мы знаем. Каждое судно имеет ограничения по максимальному калибру. Это мы тоже знаем. Также на верфях удовлетворяют мелкие прихоти капитанов. Красят паруса и делают всякую хрень. Понятно. Ну, это я понял. Куда он опять меня ведет? Экскурсия, но... Часть вторая, ребята. Экскурсия, часть вторая. Блин, офигеть. Мы вторую серию не можем начать. Нормально. Пирс самое сердце порта. Это мы знаем. Ладно, в олинье. Все, давай, закругляй. О, там про репутацию что-то говорит. Короче, ничего вообще интересного. Ребят, кому интересно, начните новую игру и поговорите с Григуаром в олинье. Я просто это читать не буду, потому что это я уже знаю наизусть. Я уверен, что многие смотрят. Те, кто уже это все реально знает. Куда он меня ведет? Вот и оно, в портовом... Во! Вот этого, ребята, в ККС не было. Внимание! Вот и оно. В портовом управлении вы всегда сможете найти работу. Для больших торговых судов здесь можно получить выгодный фраг. Для военных заданий на сопровождение конвоя. Для быстрых перевести почту или срочную депешу. Говорят, что капитаны, которые не меньше пяти раз успешно справлялись с поставленной задачей, в дальнейшем получали более сложную и высокооплачиваемую работу по данному профилю. Так что советую хорошо зарекомендовать себя. В портовом управлении вы можете справиться о капитанах, посещающем город. И, конечно же, оставить один или несколько своих кораблей на хранение. Корабль может находиться на стоянке портового управления сколь угодно. Долго только оплачивайте его услуги. Понятно. Ну, поскольку мы оказались совсем рядом с городскими воротами, ведущими в джунгли, так я хочу поведать вам еще о искусстве скрытого проникновения во вражеские города. Блин, он мне еще будет это рассказывать. То есть, ребят, как я помню, по-моему, портового управления в ККС не было. Я вот в ГПК и Шипаке это встретил. Итак, перед нами городские ворота, ведущие по перебекам в джунгли. В дневное время я знаю, во сколько солдаты уходят от ворот. Блин, сколько болтовни, ахренеть. Мой друг, я полагаю, вы новичок фехтовальным делем? Ну да. Это хорошо. Я даже читать это не буду. Просто не буду это читать. Но по упражнится фехтование должен. Откуда? Ага. Ну на 0.75 лучше махаться, конечно. Кстати, вот этот Григуар в оленье, его потом очень сложно будет замочить. А как финт делать? Это бы закончился не в вашу пользу, Меседа. Двигайтесь быстрее. Парируйте мой доллары, оттаскивайте нас. Короче, понятно. Так, стоп. Нет, 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 нет. Знаете, что я хочу посмотреть? Управление. Я не помню, как делать финт. Шаг-лево, выпад. Выпад парирования. Пробивающих финт. Вот, например, круговой удар. Удар, круговой удар. Нет, не то. А-а-а, я вспомнил, как он делается. Вот так вот. Блин, дал какую-то у меня пукалку, блин. Мы, понимаете, мы просто сейчас вот с этим Григуаром... Так, есть три. Стоять. А почему я блок не могу поставить? Блок. Блок же, по-моему, этот. Так, стоп. Ну, поставить блок. Ну, он меня несколько раз победил. Но у меня почему-то блок не ставился. Я не пойму. Так, всё, наконец-то. Этот Григорь Валентин от меня отстал. Теперь я могу заняться делами. Мне нужно перейти, ребята, в магазин. И продолжить нормально выполнять квесты, наконец-то. Итак, здравствуйте. Так, я к вам по одному вопросу. Спрашивай, что хочешь. Послушайте, месье, я ищу работу. Но не то, чтобы подъёмным рабочим или грузчиком мешки из порта таскать. И выполнять какие-нибудь поручения, скажем. Вы не нуждаете сторонней помощи? Поручения? Пожалуй, у меня действительно будет для вас работа. Такого рода, как вы хотите. У меня пропал помощник, работающий на складе. Уже неделя, как его нет. И это, чёрт возьми, крайне неприятно. Потому что мне приходится делать его работу. А я совершенно не успеваю. Я вас прошу, разыщите этого болвана. И выясните, какого лешего он забросил работу. А ещё лучше приведите его ко мне. Я за помощь заплачу вам тысячу песо. Хорошо, я согласен. Как зовут вашего помощника? Опишите его внешность. А также, какие у вас соображения, где его можно найти с наибольшей вероятностью. Зовут его Геем Ладуа. Как выглядит? 35 лет от роду. Носит усы и бороду. Обычно на нём длинный коричневый жилет. Белая рубаха. И обязательно треуголка. Адмирал, да таки. Я крему в корму. А я, кажется, его в городе встречал. Где он может быть? Ну уж точно не в Сент-Пьере. Блин, я его, значит, не видел. Его нет в городе. Я уже все ноги сбил. Искавший, спрашивая горожан. Так что можете не тратить тут время понапрасну. А шляться за городом у меня нет ни времени, ни желания. Впрочем, вероятно, он в пиратском посёлке Ле-Франсуа. Это восточные части нашего города. Возможно, он там с пиратами болтает. Или в таверной штаны просиживает. Или в магазине с тамошним купцом. Короче, базарит. Как по поселу Ле-Франсуа выходите за городские ворота в джунгли. На развилке выбираете путь налево. Блин, офигеть. Никогда такого подробного рассказа я в Корсарах не встречал. То есть выходим налево. Будет поворот. Затем левый проход между скалами. А там уже и Ле-Франсуа. Думаю, не заблудитесь. Ясно. Приступаю к поискам. Как только будет какой-то результат, немедленно сообщу. Мне никогда так еще квест никто не разжевывал. Иди туда, поверни туда. Охренеть. Игра реально немного переделана. Вот, ребят, вот что за зараза? Вы помните, я подходил вот к этому кренделю. Кренделя помните? У него ничего на продаже не было. Решил ради прикола просто так мимо проходя. Заглянуть и посмотреть, что же эта тварь продает. Ребята, внимание на экран. А откуда у него взялись мачете? Аж три штуки, ё-моё. По-моему, это подставон, ребята. И подставон такой неплохой, я бы сказал. Ну, мы мачете, конечно, берем так. Ага, мы берем мачете 10 раз. У меня денег-то нету. Хе-хе, чёрт. Ну всё, я готов, короче, сруливать из этого города. Мне сказали на развилке налево, ребята. Это вот здесь и между скалами тоже левый проход. И будет Ле Франсуа. Посмотрим. Рядом кого-то убили. Вы можете обыскать убитых персонажей. Блин, реально кого-то кокнули, ребят. Я, походу, знаю, какой следующий будет КВС. А как обыскать труп-то? Обыскать один. В общем, у него есть ПСЛ, два лечебных зелья, серьги, браслет Конхистадора. Ребят, в общем, берем всё. Хорошая менюшка, в принципе. Мне очень нравится в этом модпаке менюшка, чтобы забрать всё. До этого мы просто какие-то версии ставили. Не, ну прикольно, прикольно. Так, мы идём налево. То есть этот бедняга лежит, мы с трупа всё забрали. Естественно. В корсарах каждому своё. Мародёрить, воровать, это нормально, ребята. Поэтому не осуждать. Не осуждать. Так, ну что, пошли дальше. В смысле? Налево. Чё-то нам, походу, кто-то насвистел про Ле Франсуа. Это Ламонтен. Пляж Ламонтен. Ладно, хотя карту немного помню. Предыдущих прохождений. Так, ребят, пошёл неправильно направо. Вы просили, чтобы я записывал, чё, куда идти, куда повернуть, как... Вот, пожалуйста, смотрите. Походу, меня очень крупно прокатили. Ладно, идём назад. Идём назад. А, именно туда, где убили беднягу. Мы один раз повернули налево. Правильно. А потом между скал налево. Ладно, пошли направо. Так, вот здесь бедняга лежал, сразу говорю. Угу. Блин, я вот как он должен был догадаться, что вот сначала налево, потом направо, потом ещё налево. Блин. Ребят, в диалоге сильно верить не надо. Он сказал налево между скалами. Хорошо. Вот оно лево. Ну, мы дошли, но, блин. Мы до развилки-то не дошлёпали так-то. Ле Франсуа, здрасте, я к вам пришёл. Относительно так-то быстро добрались, ребят. Надо найти пьянчугу в треуголке. Я предлагаю искать в таверне, начать поиски оттуда. По-любому бухает сидит колдырюга. Блин, у трактирщика, кстати, простите. Здесь всегда рады клиентам, особенно тем, кто щедро платит. Оооо, кто сегодня угощает? Ну, блин, я его не вижу, в таверне его нету. Хорошо. Это не ты случайно? Удача всегда со мной. Ну, обычно квестовые персонажи, они как-то выглядят по-другому. Ну, я не знаю, мне кажется, я его должен из тысячи узнать. С оружием идут охранники. Мне вот эти с оружием, они нафиг не нужны. Да тут почти везде охранники так-то ходят. Вопрос задать не могу. Так, ладно, давайте еще раз прочитаем журнал. Складской работник, хозяин магазина Сан-Пьера, просит найти... Угу. Удача всегда со мной. Нет, 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 нет. Ну, где он, блин? Ищем пока, ребят, ищем. Ну, как в предыдущем прохождении, в принципе, я перешел, ребята, в магазин. И тот чел, вот он. Только как он перемахнул через прилавок, это, конечно, интересно. Удача всегда со мной. Гивом лвоа. Он-то мне и нужен. Добрый день, как я понимаю, вы гивин лвоа. Да, это я, чем обязан, месье. Вас разыскивает купец из Сан-Пьера. Вы работали у него на складе. Ну и пусть себе рассказывает. Я ему ничего не должен. Он мне остался должен. Две недели службы. Но я даже не буду пытаться забрать у него свои деньги. Пусть подавится. Хм, так вы окончательно ушли от него, как я понимаю. Вы все правильно понимаете, сударь. Такого скряги, как мой бывший работодатель, свет не вывидывал. Я вот сейчас работаю здесь, и мои таланты оценены по достоинству. Я получаю двое больше прежнего. И премиальный, если приходится задержаться подольше. А этот сквалыга пусть попробует теперь отыскать мне замену. Не думаю, что у него это получится. Его жадность слишком хороша известна жителям Сан-Пьера. И ни один дурак не пойдет к нему на службу. Все понятно. Больше мне знать ничего не нужно. Удачи, Гиом. Я нашел Гиома Львуа в Ле Франсуа. Возвращаться к своему работодателю он явно не намерен. Ну что же, моя миссия выполнена. Могу отправляться к заказчику за своей тысячей. Нифига, Шарль. Заказчик сказал, что... Чтоб я его привел к нему. А не узнал, где он находится. Хотя мне, честно говоря, заказчик все сам рассказал. Куда идти, где его искать. Это не честно. Магазин Сэм-Пьера. Мы пришли. Можно поговорить с торговцем? Я к вам по одному вопросу. Посмотрите... Да и... Блин. Нафига я это сделал? Посмотрите на эти серги, миссия. Нашел их на теле убитого бандита в джунглях. Это явно работа хорошего ювелира, который в этой глуши быть не могло. Можете что-нибудь сказать о сергах? А что тут скажешь? Великолепные серги. Я могу дать вам за них так-так. Четыре тысячи песо. Больше вам навряд ли кто предложит. Согласны? Нет. Лучше я оставлю эту драгоценность себе. Я не помню, что мне губернатор даст за них. Но, блин, ммм... Но четыре тысячи, ребят. Я по одному вопросу. Я выполнил ваше поручение. Мне удалось отыскать вашего чувака. Да, и где же он? Я нашел его в Ле Франсуа. Он больше не будет работать на вас. Он так и сказал. А также добавил, что еще много чего в ваш адрес. Вам интересно послушать, что именно? Нет, избавьте меня от этого. Вот незадача-то какая. И как я буду теперь без помощника? Найдите другого. Если действительно такая проблема, как сказал Гириум. Это действительно непросто. А он сказал... А что сказал, короче, этот бездельник? Ну, допустим, сейчас он явно не бездельничает. Я сказал, что он никто во всем Сен-Пьере. А точнее, я сказал ему то, что никто не пойдет во всем Сен-Пьере к вам на службу. Потому что вы недостаточно платите своим работникам. Да ты скряга, ё-моё. Да, кстати, Максимиан, с вас тысяча песок, как вы и обещали. Да, пожалуйста, держите. Охренеть, мне тысячу песок дали. Ха, я мало плачу, конечно. Теперь мне понятно, почему я никого не могу нанять. Этот негодяй распустил по городу гнусные слухи обо мне. Ну, что же мне делать? Я один не справлюсь. Мне нужно не спать по ночам, чтобы сосчитать весь товар. А еще постоянно смотреть надо, чтобы никто ничего не стянул. Вместо того, чтобы торговать. После прошлой погрузки я не досчитался пяти бочонков Рома. Я уверен, что грузчики по ошибке прихватили их. Да-да, по ошибке. Ну, я не знаю, что вам посоветовать. Ладно, всего доброго. Мне пора. Стойте, я думаю, вы сможете мне помочь. Раз вы сумели разыскать этого прохвоста по моей наводке стопроцентной, я только вам геолокацию не дал, то вы вполне можете сделать еще кое-что. Я думаю, у вас получится. Интересно, и что же я сумею сделать, если в этом городе вам никто не верит? Я здесь человек новый, и дайте мне сказать, месье, вы были в Ла Франсуа. Я хочу попросить вас отправиться туда еще раз и постараться нанять работника мне на склад там. Быть может, в этом пиратском поселке Гием еще не успел ославить мое имя. Работа несложная. Пересчитываю товар, поступающий на склад и уходящий со склада. И следить, чтобы никто ничего лишнего не утащил. Может, иногда за прилавком постоять, пока меня нет. Ну, это, конечно, за отдельную плату. Скажите, что я предоставляю жилье-комнату в задней части магазина с кроватью и мебелью? Жалование 500 песо в неделю. Месье, я собираюсь расширяться, у меня только-только начали налаживаться дела. И без помощника мне никак нельзя, вы понимаете? Кстати, лучше всего обратитесь за помощью в поиске работника к тамошнему тамверщику. И чазрея Крейгу. Эта пройдоха наверняка подскажет. Хоть и не бесплатно, конечно, того точно может заинтересовать мое предложение. Попробовать можно, хотя я не уверен. Сколько вы мне заплатите за работу? Это будет зависеть от того, какого работника вы наймете. Чем более умелому накажется, тем больше я заплачу вам за вашу услугу. Так будет справедливо, согласитесь? А вам не кажется, что вы сейчас заставляете меня играть в темную? Откуда мне знать, как вы оцениваете работников? Вы любого можете хриксовать как плохого или там хорошего. Месье, я, конечно, не в самом деле могу считаться скуповатым, но бесчестно меня назвать никто не может. Если я сказал, что заплачу за ваш труд согласно результату, значит так и будет. Поймите, и меня тоже. Вы ведь можете привезти какого-нибудь бродягу-бездельника, который не то что работать не станет, но еще и грабит меня ночью. Ладно, я согласен. Буду полагаться на ваше слово, Максимиан. Не стоит более терять время. Оно, как известно, деньги. И я максимально, точнее не максимально, а мгновенно телепортировался в таверну. Приятно, что бежать не пришлось по сельве. Давайте вот прямо вот здесь сохранимся, потому что надо узнать, за что торгаш заплатит лучше. Итак, тавернщик, привет. Я надеюсь, что можешь отвечать мне на пару вопросов. Послушай, Чезаре, я к тебе по одному необычному делу. Мне нужно найти человека, который хотел бы по тихой и спокойной жизни на берегу жить в качестве помощника торговца магазина Сан-Пьера. Жалование хорошее и крышин головой обеспечено. Не можешь посоветовать, к кому можно обратиться? Хм, есть тут у нас несколько человек, желающих видеть профессию моряка на жизнь сухопутной крысы. Я могу помочь тебе, но сразу говорю, не бесплатно. Хех, ну и сколько же ты хочешь? Тысячу песо, и тебе вообще не придётся ничего делать. Через час желающие наняться будут у меня в таверне. И не один. Сможешь поговорить с ними, а выбрать, кто приглянётся больше других. Ну, тут, ребят, вариантов нет, надо платить. Эх, держи свою тысячу. Не переживай, так, приятель, половина этой суммы вернётся тебе от кандидата. Я скажу, что такова оплата твоих услуг. Больше 500 потребовать не получится. Заходи в мою таверную через час. К этому времени я уже приглашу нужных тебе людей. Хорошо, я вернусь через час, Чазаре. Смотрите, и проходит час именно сам. Раньше мы выходили из таверны и мотали час. Ребят, ну, сохраняемся. Мне хочется максимальную выгоду из этой сделки вытащить. Так, ну что? Я не понял. Ты мне троих дебилов нашёл, что ли? Я не понял. Это что за три урода непонятных? Да это их было четыре. Ну, давайте, надо поговорить. Удачи! Всегда со мной! Добро здорово, уважаемый господин. Ведь это вы принимаете на работу купцу? Да, я. Что вы можете рассказать о себе? Я работал служащим на товарном складе в порту Глазго. Желание разбогатеть привело меня на Карибы. И мне удалось собрать немного денег, чтобы встретить старость не в нищете. Но я устал от морских походов и хотел спокойной жизни на берегу, вблизи моря. За это место я в придачу к 500 песо добавлю вам ещё пять раз по 500. Пять раз. То есть мне бабки предлагает. Ты кто такой? Всегда со мной! Я, в общем, потому что я служил у самого Франциска Любуа, квартетмастером. И Франциск был весьма доволен мной. А с морем мне пришлось расстаться из-за ранения. Я долго лечился, выздоравливал. Но одно упоминание о качке повергнет меня в уныние. Нет, я хочу обосноваться на твёрдой земле. А ещё потому, что если вы порекомендуете меня, то я заплачу вам кроме 500 песо ещё 25 золотых дублонов. Я подумаю над твоими словами. 25 дублонов? А сколько один дублон вообще стоит? Я не помню курса валюты. А это ещё что за каракатица? Позвольте мне немного рассказать о себе. Слушаю тебя внимательно. Я был мелким торговцем. Потом разорился и пошёл в море. Я служил казначеем на торговом судне. Волею судьбы оказался в этом посёлке. Жизнь моряка мне по душе. Я бы с радостью принял ваше предложение. А, вру. Сорян, ребят. Жизнь моряка мне не по душе. Я бы с радостью принял ваше предложение. И готов прибавить к 500 пэсо вот этот увесистый мешочек с янтарём. Понятно, я подумаю над тем, что вы сказали. То есть вот они. Вот они. Этот предлагает бабки. Этот предлагает, получается, дублоны. Этот янтарь. Ну давайте попробуем с янтарём решим проблему. Сейчас я предлагаю каждого из трёх проверить, кто что мне принесёт и какие деньжища. Так, ну что. Давай, вот с этим. Я принял решение в вашу пользу. Собирайтесь, отправляемся в Сен-Пьер. Одна нога здесь, другая там. Я буду у входа в таверну. Ну мы, естественно, вернёмся, ребята, и ещё попробуем всех понанимать. Я поговорил с кандидатами, любезно предоставленными мне барменом за тысячу монет. И выбрал наиболее подходящего с моей точки зрения. Теперь пора отвезти нового работника к владельцу магазина. Блин, а мне через сэлево дойти придётся. А, вот он. Его везти надо. Ну, понятно. Давайте, короче, сейчас я перемещаюсь к владельцу и продолжу. Короче, ребят, я у купца в доме. У купца в доме. Вот здесь, возле кровати, я нашёл тамагавк, ребята. Я не знаю, зачем он мне, но я когда шёл в город, на меня постоянно нападали. По идее, наоборот, я знаю, зачем он мне. Вот он тамагавк, ребята. Я думаю, он мне пригодится. Ладно, погнали. Оказывается, добраться до города не так уж и просто. Начинаются вот эти проволочки ККС-овские. То есть, я выхожу. Вроде бы всё хорошо, да, ребята? Ничего вообще не предвещает беды. Стоит мне идти обратно в город, а у меня какой-то крендель нападает. Вот этот вот. На тебе тамагавкам двадцаточку. Иди сюда. Отлично. Четвёрочка. Двадцать один. Ну ладно, хоть качнёмся немножко. Ну, ребят, то, что я нашёл тамагавк, это круто, конечно. Напоминаю, в доме у купца. Отлично, а двадцать три. Да у меня нет столько энергии. Четыре. ЛКМ-7. Кстати, ЛКМ лучше бьёт. Энергии нету. Кстати, справа подсказки только заметил. Как бить? Блин, он уже восстановился, гадина. Ага. Но стоит мне на 0.75, конечно, сделать, да, и я всё успеваю. Так, отлично. Ребята, сложность игры средняя, поэтому, возможно, вот эти драки, они не такие уж и быстрые будут. Отлично. Ну, я, наверное, в будущем буду паузу ставить на драках, ребята, потому что, я как понял, это не совсем интересно. Всё, отлично. Он шмякнулся. Я не знаю, этот крендель на меня всегда нападал. Я уже перезагружался, использовал разные штуки. У него мы берём первый нормальный предмет. Это нормальный какой-то тяжёлый меч. Давайте посмотрим. У томагавка атака 53, баланс 0.6. Атака 68. Естественно, его берём. Ну, а томагавка, ну, продажу можно. Ладно, я просто показал, ребята, здесь постоянно какой-то крендель на нас нападает. Возьмите с собой оружие. Как я уже сказал, что познаётся в сравнении, мы пришли к магазину. Я сделал быстрый переход, и он мне говорит, ну, как я понимаю, это и есть моё новое место работы. Спасибо, месье, что выбрали меня. Вот ваши 500 песо и дополнительная награда. Как я и обещал. Благодарю, сейчас я предоставлю вас вашему работодателю, а потом всё в ваших руках. Ну, давай, представляй. Я по другому вопросу. Вот ваш новый помощник, месье, познакомьтесь. Вы отыскали мне работника? Прекрасно, позвольте мне побеседовать с ним. Зайдите через часик за гонораром. Хорошо, буду через час. Ребята, время само по сюжету мотается. Мне не надо идти и время мотать. Блин, это реально переделали. Я зашёл за наградой. Вам удалось найти действительно ценного работника? Он даже лучше, чем этот негодяй. Я очень и очень вами доволен, сударь. Возьмите вашу награду. 5 тысяч песо. 5 тысяч даёт торговец, получается, мне вот за вот этого работягу. И он мне работягу же взятку, по-моему, дал, да? Янтарь. Давайте посмотрим, почём мы янтарь сможем продать. В смысле? А мне ростовщик нужен так-то. Давайте посмотрим, почём можно продать янтарь. Так, ещё раз. 5 тысяч песо мне дал за квест торговец. Где у нас ростовщик сидит? Я чё-то не помню. Так, это бордель. Вот это, по-моему, ростовщик. А вот хрен там, ребята. Дом ростовщика закрыт. А почему закрыт? Это чтоб я бабки, походу, не взял. Ладно, понятно. Давайте сейчас сохраним и заново попробуем посмотреть, сколько за других работников, какие деньги даёт торговец. А, так, давайте теперь попробуем выбрать вот этого работника номер два. Это ещё что за каракатица. Он служил, короче, у Франциска, квартирмейстером. Помните, да? И он сказал, что заплатит мне, кроме 500 песо, ещё 25 дублонов. То есть это 25 дублонов. Познакомьтесь. А, естественно, мы его выбираем. Собирайтесь, мы отправляемся в Сен-Пьер. Всё, они ушли. А теперь попробуем взять оружие. Как вы помните, я говорил, там какой-то крендель на меня нападает постоянно. В Сельве. Это, как говорится, первый такой наш бой. Так, это магазин. Да, это магазин. Здесь я нашёл тамагавк, ребята. То есть, так же, ходим, лазим, ищем. Иногда это помогает. Спасти свою шкуру. Так, вот здесь под кроватью. Да стоять. Опа-на, а тамагавка нету. Вот и всё. Вот и нет тамагавка. Придётся сейчас где-то оружие искать. В общем, ребят, пока не получается проверить вот этих сквозских работников. Кто из них круче, кто не круче. Всё дело, ребята, в том, что Шарль без оружия. У него в тюрьме отобрали волонскую шпагу. И, получается, без оружия я никак не могу пройти в город. Меня какой-то крендель по дороге постоянно атакует, ребят. И, не, естественно, можно серьги попробовать продать. Естественно, тогда я смогу купить себе медь. Но, в принципе, кстати, это идея. Я сейчас откачусь назад и попробую переиграть немножко по-другому. Наша цель узнать, кто из сквозских работников принесёт больше прибыли. Повторно, ребята, пробую, повторно пробую. Беру вот этого работника. Это ты ещё что за каракатица. И сейчас мы с ним обсудили. И мы отправляемся в Сен-Пьер. Я уже подготовился. Откатился немного назад, ребята. И взял себе оружие. Вы знаете, на нас какой-то чел будет нападать. Атака так себе. Но, как бы, постоять за себя мы уже сможем. Честно говоря, мне предыдущий пока расклад событий более понравился. Там, где у меня там агавка. Там, где у нас янтарь. И пять тысяч за складского работника. Мне интересно, кто больше заплатит. Ага. Моя хренатень. Так себе бьёт, конечно. Да, блин. Ага. У него энергия кончилась. Но я тоже не пальцем деланный. Ладно, я его прикончу. И я вернусь. Ну так вот, мы наконец-то пришли в магазин. Я того чела зафигачил. Мне с него выпал топор. Как бы, это единственные новости, которые остались за кадром. Ну, как я понимаю, это и есть моё новое место работы. Спасибо, миссия, что выбрали именно меня. Вот ваши 500 песо и дополнительные награды, как я уже обещал. Благодарю. Сейчас я предоставлю вас вашему работодателю. А потом уже всё в ваших руках. Эй, работодатель. Знакомьтесь. Буду через час. Не хочу лишнего что-то прочитать. Мне лень. Да блин, ты куда вечно сваливаешь? Стоять. Стоять. Найденный вами работник вполне мне подходит. Хотя, обохвалиться он больше, чем умеет реально что-то делать. Но ничего, я эту дурь из него быстро выбью. Ваше вознаграждение составляет 3000 песо. Получите, пожалуйста, и распишитесь. Благодарю. Скажите, миссия. А, ну, это потом. Это потом, ребят. Ну что, смотрим. Короче, мне торговец за него, как вы уже поняли, 3000 дал. Что, в принципе, не есть. Хорошо. Мне дали 25 дублонов, которые, в принципе, мне не туда и не сюда. Я вам уже показывал переход к ростовщику, он закрыт. То есть эти дублоны просто, ну, для меня они ни о чем. Ладно, погнали. Возьмем того толстосума, который мне обещал очень хорошую сумму заплатить. Погнали. Ну все, мы возвращаемся обратно в таверну. Я пробую вот этого третьего персонажа. А это еще что за каракатица? Доброго времени. Так, он, в принципе, работал на товарном складе в порту Глазгоу. Но он очень жадный человек. И он мне сказал еще пять раз по 500. 5 на 5 это 25. То есть 2,5 тысячи мне дадут. Ясно, я приму к сведению. Ну давай его нанимаем. Ждем, когда все люди выйдут. И отправляемся в магазин. Но, ребят, я думаю, наверное, глупо уже, наверное, рассказывать, что на меня снова нападают. Это предметы при третьем разе. Кстати, в принципе, во второй раз со вторым складским работником у меня призы были именно точно такие же. Поэтому сильных отличий нет. Единственная плюшка, конечно, мне от разбойника от этого попала. Когда я шел с первым работником. Это с первым, которым я янтарь подогнал. Ну вот, ребята, наконец-то мы теперь уже в магазине. Итак, он мне говорит. Ну, я как понимаю, это и есть мое новое место работы. Спасибо, месье, что выбрали меня. Вот ваши 500 ПС и дополнительная награда. Как я и обещал. Благодарствую. Сейчас я представлю вас вашему работодателю. Мне интересно, что же он мне там дал. 4 821 дублон. То есть, уже вот такая вот сумма. Ну ладно, давайте посмотрим, сколько же хозяин магазина за него отвалит. Хозяин. Я вам по одному вопросу. Вот помощник, знакомьтесь. Они знакомятся. Отлично. Вы нашли хорошего работника. И хотя все тонкости ему неизвестны, я уверен, что он за пару недель и без труда освоит. Я доволен вами, сударь. Возьмите вот награду. 4 000 ПС. То есть, мы понимаем, ребята, первый работник с янтарем, он самый выгодный для нас. Благодаря, скажите, месье, а вы не знаете, кому еще в городе может быть нужна помощь с каким-нибудь важным делом? Буквально недавно я видел, как начальник порта, явно расстроенный, шел к себе в портовое управление. Загляните туда, мало ли что случилось. Хорошо, я загляну. Я так и поступлю. Всего доброго, месье. Ну, на самом деле, я вернулся, ребята, на сейву, которая с янтарем, чтобы вы прекрасно понимали. Вот он, янтарь. У меня обычный голубой янтарь. Я почему-то уверен, что я его продам за очень хорошие деньги, но опять продавать его некому. Давайте посмотрим, сколько обычный левый торговец возьмет у меня за янтарь. Цена продажи 200, он за 2000 я уже могу этот янтарь продать просто левому какому-то лоточнику. Либо голубой янтарь за 710. Блин, это круто так-то. Кстати, забыл посмотреть, что есть у торговца. А у него почти нихрена-то и нет. Так что, ребята, вот на этой сейве, то есть это первый вариант, когда складской работник пришел к торговцу. Это самый первый вариант, как я уже сказал. Он дает янтарь. И мне торговец дает 5000. 5000 получается этого работника. У меня 6600 дублонов. Вот таким нехитрым способом, если все перепройти и посмотреть, можно убедиться, что нет одинаковых вариантов. Нет одинаковых прохождений или каких-то похожих зеркальных. За что любил Корсар, это за право выбирать, ребята. Мы не стали выбирать, мы проверили. На самом деле, вот такой вот длинный ролик у нас получился, и мы прошли всего один квест. Ребята, в этом видео мы проверили, есть ли альтернативное начало, чтобы сохранить наше оружие. Его нету. По крайней мере, не нашел его я. И, конечно же, первый самый квест, складской работник, я прошел вам три варианта сегодня. Три варианта, то есть три складских работника. Выбирайте сами, кому что надо. Но если нам максимально нужны деньги, как вот я в данный момент это сделал, я, естественно, выберу вариант номер один, то есть с янтарем, ребята. В принципе, в ККС там тоже с янтарем было выгодно. Я поэтому так и сделал. Ну что, ребят, я хочу вам сказать, что наша серия подошла к концу. С вами был Алексей24. Не забывайте, ребят, про лайки, подписки, колокольчики. Я надеюсь, вместе мы, сила, вы своими комментариями, например, мне подскажете, как проходить дальше, что пройти, как сделать. Посоветуйте что-то интересное, может быть, пожелаете что-то интересное, ребята. Также, ребят, не забывайте, пожалуйста, про группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Но вообще вся информация, я не устану этого говорить, она в описании, в описании под роликом, ребята. Так что, жду вас, ребята, на следующем стриме. Это следующий стрим, вы увидите, если колокольчик поставите. Либо на следующей серии Корсаров, каждому своё. Ой, какие каждому своё, ребята? Это же Карибан Легенд. Ну, Карибан Легенд, не Карибан Легенд. Для меня это те же самые добрые, как АС. Да, немножечко, конечно, переделанные, так вот слегка. Это, знаете, вот стол с острыми углами. Если немножечко сгладить их рубанком, то стол круглый не станет. Просто стол будет с немножечко сглаженными углами. Также и с ККС. Ладно, ребята, всего доброго. До встречи. Увидимся в следующих сериях. Пока.